Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами обсудим такой танчик как Шип. И честно говоря, Шип для меня в свое время стал дичайшим разочарованием на хэллоуинском ивенте. Мало того, что машинка практически ни на что была не способна и многие игроки разочаровались, получив данную машину, так еще это был один из первых шагов разработчиков в том, чтобы не делать ничего нового. Почему я так говорю? Посмотрите внимательно на Шип и вы поймете, про какую машину сразу вспоминаю я. СТРВ М42. Ну вот просто взяли, перерисовали, дорисовали каких-то Шипов на нем и в целом все, ребят, на данном все отличия машин, ну в принципе, заканчиваются. Посмотрите внимательно на орудие СТРВ, 160 пробития, 110. Короче говоря, вот практически все то же самое, что у Шипа. Да, немножечко, немножечко там орудие лучше, но в целом то же самое. И вот что самое парадоксальное. Меня почему очень сильно как бы вот, ну, угнетал вопрос, да почему же в конце концов начали так делать? Просто лень, просто лень что-нибудь придумать. Посмотрите на Мародера. Абсолютно уникальная машина. Таких не было никогда. И его сделали, его поставили, и он реально отличался от остальных. Посмотрите внимательно на того же самого, где он тут братка потерялся, любимчик мой, хэллоуинский. Могильщик. Абсолютно уникальная машина во всем, полностью, вот да, по дизайну. Нет повторений никаких, нигде, вообще ничего нет. Тот же самый Дракула. Да, его перерисовали с АМХ, так называемой Сидиси, да. Но, ребят, все-таки, да, вот уникальность какая-то в машинке, ну, она есть. Она, ребят, реально есть. Да, вот, пожалуйста, вам Франкенштанг. Окей, кто-то скажет, здесь у нас Тигр Порше, да, там башня у нас от КВшника, ствол у нас вообще от СУ-100У. Ну, ребят, ну, что-то уникальное-то в этой машине есть, да, то есть она не такая, как все. Но потом взяли разработчики и начали себе просто делать штамповки. То есть они взяли, допустим, вот этого товарища и с него перерисовали и сделали ледокол. Взяли вот этого, допустим, товарища и для ивента сделали дредноута. Взяли, допустим, там вот этого вот товарища и сделали великолепную горгулию, которая практически ничем не отличается от ПЗ-5-4. Взяли, ребята, товарищи в этом году Экселсиора. Вот так вот взяли Экселсиора и с этого Экселсиора сделали Мэджай. Ну, ребят, ну, честно говоря, ну, скучно начинает становиться. Ну, ладно, это было отступление просто от темы, а теперь давайте обсуждать шипа. Обсуждать практически нечего. Если вот здесь еще куда-то там танкануть может, то вот здесь все картон. И надо быть к этому готовым. Что по орудию я уже показывал, в принципе, на примере СТРВ. 110 пробития, 160 альфа. Самое классное, что в этом всем есть, это уголосклонение минус 15. Но редко получается ими пользоваться, потому что быстрее тебя разбирают, чем ты успеваешь доехать куда-нибудь до таких мест, в которых можно, скажем так, остановиться, хорошенечко свестись временем сведения в 3 секунды и отбросить альфичку на 160, особенно на дальних расстояниях из-за какого-нибудь холма. Короче говоря, ребят, вот они, характеристики по пушке. Особо обсуждать нечего, кроме обалденного, реально, вот действительно обалденного показателя уголосклонения вниз. Дайте мне эти уголосклонения вниз на 10-м левеле, и я буду, наверное, самым счастливым танкистом в этой игре. Ну что, ребят, побежали непосредственно в сам замес. Я не знаю, честно говоря, получится на нем нормально отыграть или нет. Вообще, честно говоря, шип никогда прям имбово не отыгрывался. Я вот, честно говоря, я помню бои, в которых обалденно всех разрывал Дракула, особенно если заходили взводом. Все прям начинали креститься и хотели попытаться выйти из игры до того, как сдохнешь, для того, чтобы просто не попасть под раздачу двух Дракул, которые крутили, раздамаживали, короче, там творили просто-таки ужасный реальный ужас, как бы тавтологически это ни звучало. Короче говоря, высасывали всю кровь из соперников прям до немогу. Что касается могильщика, та же самая история. Могильщики, когда начали заезжать, особенно если взводом, да он и сам, в принципе, может довольно некисло навалять, потому что запас прочности по ХП у него довольно-таки приличный. Ну а что касается, допустим, там альфы, пускай и небольшая, но когда ты приезжаешь и начинаешь раскидывать по там 6 снарядов в одного кого-то, ему становится прям дико-дико неприятно и грустно. Когда появились те же самые уничтожители, согласитесь, прикольно было, да, то есть уничтожители действительно произвели какой-то фурор. И вот так появлялись Крушитель, да, тот же самый Кошмар. Да, не имбовая машина на сегодняшний день, ребят, на сегодня. Раньше он игрался куда приятнее. Вот прям совсем-совсем приятнее игрался Крушитель. Простите, Крушитель. Кошмар игрался приятнее. Крушитель до сих пор многие хотят. Я-то сам его хочу, реально, ребят. Я бы с удовольствием взял себе в коллекцию его. А вот шип он как-то изначально просто взял и не зашел. Вот не понравился он игрокам, потому что ничего классного, прикольного и уникального в этой машине не было. То есть вот тут просто машина, да, которую перерисовали, которой дорисовали какой-то внешности. По большому счету разработчики, они могли, в принципе, взять и подарить на ивент просто обвесы и камуфляж, который бы на СТРВ делал его вот такой вот внешний вид его. Вот и все, ребят. Все, что можно было, как бы, разработчики, как бы, и должны были сделать. Но нет, они решили сделать это прям какой-то уникальной отдельной машиной. Итак, смотрите, что касается брони. Как видите, нифига ее нет нигде. И в башню его пробили в двух местах. И по бронелистам били. Короче говоря, ребят, машинка в отношении брони унылая, что капец. Что касается перезарядки, все бы, конечно, хорошо, но успевать перезаряжаться необходимо в процессе того, как тебя атакуют. Данная машина, как вы видите, ну, не сильно. Может, я, конечно, там совсем упоролся, вперед вылез. Сейчас посмотрим по результатам второй катки. Но в целом шип он никогда как-то вот не был, не знаю, прям действительно имбовой тачкой. И вот если, когда появлялись другие ивентовые машины, все их хотели, то шип как-то вот изначально не произвел такого впечатления, да? То есть по определению. Все, когда смотрели на характеристики данной машины, вот вы сейчас смотрите на Мэджая, да? У Мэджая есть его изюминка в виде барабана. Поговаривают, что вроде бы хорошая броня. Я, честно говоря, не сильно заметил, но говорят, что броня хорошая. Окей, хорошо. Хорошая броня, есть барабан. То есть какая-то уникальность. В этой машине, к сожалению, с уникальностью не сложилось совсем. Ладненько. Сейчас попытаемся где-то как-то посейвиться, попрятаться. Я надеюсь, что у меня это получится. Так, ну не сильно, я так понимаю, у меня сейчас будет это получаться. Все здесь. Сейчас, если начнут заезжать, будет совсем неприятно. Надо откатываться. Блин, да сюда приехала вся команда. Класс. Но тогда получается, что особо ловить нечего. Будем пытаться хоть пару тычек каких-то кинуть. Но с учетом того, что есть два Мэджая с барабаном по три снаряда, есть кошмар с офигенной альфой. Ну, короче говоря, я так понимаю, что особо много сопротивляться времени у меня не получится. Ну, вот то, что я и говорил. Я не думаю, что кто-нибудь, даже с 80% статистикой в данной игровой ситуации, здесь бы выжил и всех разнес. К сожалению, так получилось, что разъезд сложился явно не в пользу моей команды. Ну, да бог с ним. Короче говоря, вот опять его били куда могли. Он отстреливался как мог. Время перезарядки не имбовое. Поэтому, как бы, издох товарищ Шип. Не буду досматривать до конца бой. Выпрыгну из ангара и буду заканчивать данное видео по одной простой причине. Потому что данное видео не было снято для того, чтобы показать вам, насколько офигенно нагибающий Шип есть у меня в ангаре. И чтобы заразить вас желанием его получить. Я же хотел просто показать вам ивентовую машину, как она играется средними руками на сегодняшний день в рандоме. Она практически не играется. И что самое парадоксальное, она такой была всегда. То есть, если, допустим, тот же самый мародер в свое время или тот же Дракула были грозой рандома, то Шип этой грозой рандома никогда не был. Даже в тот момент, когда появился в ивенте и его первый раз увидели игроки. Ребят, на данный момент у меня все. Если вам нравятся честные обзоры машин средними руками, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, не пропускайте видосы. Я вам буду безумно благодарен. Я стараюсь ради вас. И знайте и помните, мой канал один из немногих, на которых вы найдете честную информацию. И никто не будет вас здесь агитировать покупать то, что вам в реале не надо. Но и сливать голду на то, что будет вам абсолютно бесполезным, но или доведет вас до слез. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира и спокойствия.